Мы сегодня на стенде в совокупности трех разных гигантов. Да, даже четырех. Четырех, я просто вижу трех. Вы как-то обижаете компанию Fujifilm. О-о-о, простите. Тут, в конце концов, средний формат, среднеформатный GFX-102. Вот это да, фулл-фрейм. Какой фулл-фрейм? Это больше, чем фулл-фрейм. Это больше, чем фулл-фрейм. 102 мегапикселя чистого, неподдельного удовольствия. 102 мегапикселя чистого удовольствия. Впервые слышу сейчас, про это подробно поговорим. Итак, давайте начнем с Sony. Да, вот в Sony FX-3, FX-30, да, вот были представлены какие-то новиночки. Есть они у вас здесь сейчас? Что можете сказать про Sony? К сожалению, на стенде у нас не представлено ни FX-3, ни FX-30. Их можно приобрести у нас в магазине Get Lens. У нас есть вот такая прекрасная влогерская ZV-E1. Если вы снимаете рилсы, если вы снимаете короткие видео, если вы начинающий или продвинтый. Нельзя произносить название этой сети вслух. Да, вы бы все поняли, да. Да, все мы поняли, о чем идет речь. Как будто бы лучше выбора не найти. Я могу оспорить эту историю с линейкой ZV-1. Маленькая, компактная, классная. Второе, следующее решение ZV-E10. Она может? Она не так не может. Да, это полноценный уже лакшери вариант для блогеров, которые на долгосрочную перспективу покупают себе камеру, снимают и не парятся. И вот три линейки вот этих камер. ZV-E1, ZV-E10 и ZV-E1. Правильно? Можно запутаться в названиях. Понимаю вас прекрасно. Но это вот три линейки предшественники. Вот эта самая маленькая снимает в формате 4K. Там ZV-E10 все то же самое, но они кропнутые. Здесь вообще объектив поменять нельзя. И вот, наконец-то, наконец-то к нам доходит решение полнокадровой оптики. Да, правильно я понимаю? E-mount, когда мы можем надеть и полноценно снимать. Забываем про кропнутую камеру, про кропнутую оптику. Вот так разворачиваем. Все то же самое. Обратите внимание, со стороны панели управления все выполнено в формате ZV-E10, выполнено в формате блогерского, чтобы вы могли быстро запуститься. Я обожаю эти камеры. Многие блогеры до сих пор рекомендуют 6400, но я, так как уже использовал ZV-E10 и ZV-E1, и вот для репортажки это топовая лучшая камера. Единственное, что у нее минус, она греется. И здесь многие ребята с Алиэкспресс позаказывали кулеры. Теперь вы получаете тот же самый FX3, только у вас теперь ZV-E1. Вот такое вот решение. Я перехвачу эту камеру. И если вы вдруг впечатлились в такой прекрасной презентации этой камеры... 10 бит. И хотите узнать про нее поподробнее? Буквально на прошлом неделе на нашем YouTube-канале GetLens вышел... YouTube-канал, респект. Отлично, очень стараемся. Ради обзора на вот эту маленькую и, казалось бы, не самую продвинутую, может быть, камеру Sony, мы съездили в Арктику. Мы доехали до Кольского полуострова, мы сняли огромный гигантский обзор, сняли на нее, сняли про нее. Заходите, посмотрите, впечатлитесь и, может быть, сами отправитесь в путешествие. Цена вопроса такого экземпляра. Запоминать цены сейчас задача неблагородная. Примерно. Поэтому всегда можно зайти на сайт и посмотреть, вот, например, можно сделать графику. В ВКонтакте, в GetWords. Да, да. Здесь где-нибудь вылезет актуальная цена на тот момент, когда вы смотрите это видео, потому что сами знаем, что с ценами происходит в России. Окей, Sony ZV-E1, понятно. Теперь переходим к Fujifilm. У меня опыта нету вообще. Вы знаете, у меня очень много опыта. Мне показали большие размеры. Да, потому что я, как бы, бывший сотрудник Fujifilm России. А, ну вы, поэтому она здесь и представлена. Да, и мне придется бить по голове, чтобы я закончил рассказывать про Fujifilm. Ну, давайте вот это, вот это неинтересно. Как это неинтересно? Ну, вот, почему? Это новая камера, 40 мегапикселей, новый процессор, новая матрица. Но, как бы, это полноценное следующее поколение. Отличный вариант для начинающих фотографов и видеографов. Топ за свои деньги, поэтому я бы не списывался счетов. Отличные цветовые профиля, отличный цвет. Все хорошо, доступная и прекрасная компактная опция. Чем отличается от ZV-E1? Тем, что она еще умеет немного снимать фото. Ну, в смысле, если хочется и фото, и видео, то как будто бы это 5. Не будем списывать со счетов. И все же. И все же. Средний формат. Лучшая фотокамера на рынке в 2024 году. У молодого человека сейчас в руках приблизительно миллион рублей. Это 102 мегапикселя, стабилизированная матрица. Как мне включить экран? Не беспокойтесь. Почему один из лучших? Это лучший видоискатель на рынке, который можно вот так вот снять и отодрать, если вам... А он прикольно было бы, если можно было дистанционно еще смотреть. Девять миллионов точек. Не знаю, если у вас иногда бывают задачи снять фотографию, распечатать ее, ну, когда-нибудь на многоквартирный дом, то почему бы и не средний формат. В конце концов... Видео снимает? Еще как снимает, снимает 8К, дисквизит, аномарфоты прямо в себя без внешнего рекордера. Слушайте, но качество фотографий я прям вижу. 10-битка, да? Фото еще и 16-бит. 16-бит фото. Один раф весит где-то 210 мегабайт. Все, там память уже... Да-да-да, 5 кадров у вас улетел гид. Samsung терабайт, 4 терабайта, T5, это вот как Blackmagic, короче. Это база. Это просто база, это просто 4 терабайта, чтобы ты вот так вот просто вот типа фоточку сделал и отправил вместе с этим терабайтником, короче, другому человеку. В общем, да, если вы начинающий фотограф, ищете лучшую камеру для хобби и хотите как-то освоить госбюджет, то... Хорошо. То лучше для... Вот смотрите, сетевой адаптер, да, включается? Слушайте, тут разъемы, ну, в принципе, все, которые нужны. Тут полноразмерные, HDMI, выводы под микрофоны. Так, фишечка, да. Да. На разработку этой камеры не жалели денег. Все, я понял. Но она увесистая, если, короче, вы хотите большие размеры, это вот сюда. Пожалуйста. Я бы сказал, это компактная камера, потому что мы говорим о сегменте среднего формата, который, ну, в принципе, принято долго было не выносить из студии. Эту камеру можно не только вынести из студии, но и съездить с ней на Кавказ, куда-нибудь в Терибергу, забраться на вершину Алтая или упороться еще куда-нибудь в болото. Но она увесистая. Вот, с Phase One вы так не сделаете. С Хаселем H вы тоже так не сделаете. Поэтому средний формат становится компактным. Особенно, если оторвать видоискатель. Отлично. Фишка этой камеры, как я понял, отрывать видоискатель. Теперь давайте перейдем в Nikon. А давайте перейдем в Nikon. Я вот что вам скажу. У меня есть профессиональный оператор, который сидит на технике в Nikon. У меня есть профессиональный оператор, который снимает рекламные ролики исключительно на технику Nikon. И он преподаватель Nikon. И здесь не все так однозначно, как вы думаете. Типа Nikon списать со счетов? Нет. Это не про то история. Просто это история для камерных ребят, которые точечно разбираются в информации, не хотят где-то переплачивать, но при этом хотят получать максимальное качество. Вы знаете, сейчас вышла Z63, и вот с ее анонсом как будто бы все кардинально поменялось. К сожалению, она у нас здесь еще не представлена, потому что наши закупщики как раз, я думаю, в данный момент дерутся с кем-то из других. За борьбу, чтобы получить вкусняк. Бьются на ножах или на отвертках за гаражами, чтобы просто привезти ее в Россию. И как будто бы с анонсом Z63 Nikon становится немножко и видеокамерой. Потому что вот сейчас вы рассказали, что у вас есть видеограф, который снимает на Nikon. До прошлой недели я бы сказал, что это, ну не то что нонсенс, но это довольно редкое явление. Потому что, как правило, если мы говорим о видеографах, то это либо Sony, либо, ну, на худой конец Canon. Нет, вообще нет, нет. Нет, 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 ну почему? Вот этот вот молодой человек очень любит снимать видео на Canon, и мы его не осуждаем. Мы наоборот ему хлопаем и говорим, Олег, какой ты молодец, большое спасибо, что ты снимаешь на Canon, потому что, ну, это наш статный оператор. Да, и он делает очень красивые штуки на Canon, поэтому Canon это вполне себе не у него камера. Ну, здесь мастерство оператора на самом деле в приоритете. Мы можем сколько угодно давать шуточки в разные стороны брендов, но поверьте мне, что если вы уже привыкли и знаете как, и для вас проще камера Canon, отлично, классное решение. Главное, чтобы она была вам удобна, комфортна, вы быстро могли переключаться. На самом деле, это точно такой же вопрос, как в какой программе монтировать. Например, Bro, CapCut, DaVinci, Final Cut и еще куча других. Да хрен его знает в какой программе. Вы берете ту, которая вам удобна, из-за которой вы делаете за 15 минут, решаете все ваши задачи. Вот и все. Возвращаемся к Nikon. Nikon купили Red и как будто бы это как-то повлияло, может быть, на веру на зрение. Показали писку, можно так сказать, ребят, у нас куча бабла. Скорее просто они спасали Red от полнейшего загибания, потому что, как мы помним, там все было не очень здорово с точки зрения финансового положения компании. А еще им нужны были кодеки, еще им нужны были патенты, поэтому, ну, как бы валялось, грех было не купить. Вот, да, теперь Nikon это вполне себе видео решение. Но все-таки, если мы смотрим на такие камеры, как Z8, или появилась специальная кнопка для записи видео, обращаю ваше внимание, друзья. Но она есть и на ZFC, в конце концов, но кто будет снимать видео на ZFC? Ну, в смысле, это можно, но зачем? Согласен, согласен. Решение неплохое. Меню другое, уже все переработали несколько сотен тысяч раз. Улыбающаяся, красивая девушка смотрит сейчас. Не могу, нет карты памяти, простите. Такой бы классный кадр получился. Отлично, что можно сказать? Ну, я бы мог сказать, что... 4К 60 кадров снимает? 8К. 8К 60 кадров? Олег, 30. 8К 30. Ну, в принципе, давайте так, давайте так, вот порефлексируем на эту тему. 8К, кому оно нужно? Оно никому не нужно, пока что. Если вы не производитель кино... Как же, видео из отпуска, чтобы всей семьей сесть и на большом 8К телевизоре дома посмотреть, как вы прекрасно... Для этого есть SSD T7, 4 терабайта, его там погнали на Fuji. 8К 60 кадров. Друзья, впервые я вижу на этой выставке, по крайней мере, 8К 60 кадров. Значит, это у нас Nikon. Спасибо, Олег. И спасибо большое. Спасибо. Хотя вы топите за Canon, я помню. Значит, смотрите, 8К 60 кадров в секунду. Друзья, если вы супер видеограф и вам заказчик говорит, я готов заплатить за качество, дайте мне лучшую картинку и решение, чтобы я развернул проектор и вот так вот мог это все смотреть, отлично. Мне вот дают Fujifilm, а снимает 8К 60? Тоже снимает? Нет, 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 8К, 8К 30, если я не ошибаюсь. 8К 30, друзья. Ну, как бы уже неинтересно становится со стороны. Я понимаю, почему идет защита Fujifilm. Да, очень хочется. Но все же, но все же, давайте разбираться. Вот мне очень нравится. Знаете, вот есть такие маркетинговые штуки, особенно я обожаю компанию Black Magic за это. Вот она красивая, она классная, она круто снимает. Даже вот 4К, который у нас там на студии подкаста, вообще все супер, но памяти жрет немерено. И нету камеры, которая дает, у которой бы не было минусов, я вот к этому говорю. Но, когда вы берете условно камеру Nikon и говорите, да, слушай, у меня 8К 60 кадров, даже Sony посасывает в прямом смысле этого слова и такой, блин, ну мы так не можем. Даже FX3, которая стоит там за полмиллиона рублей, тоже так не может. Поэтому я удивлен. Я понимаю ваше расстройство по поводу Fujifilm. Нет, я не расстройюсь, мы, в принципе, прекрасно продаем эти камеры. Но, но, друзья, обратите, пожалуйста, внимание, если у заказчика есть бюджет, если он готов переплачивать за SSD диски, которые вы будете покупать, пожалуйста, вообще никаких проблем. Просто берите Nikon и все у вас будет в порядке. Еще и 10 бит. Просто, просто, ребят. Просто интересно. Интересно. Это как поливать, наверное, Blackmagic 6К, а это 8К. А если хочется красивого ретро стиля. А если хочется красивого ретро стиля. Если вы фотограф или видеограф индивидуал. И ваша задача просто сделать красивые, яркие эмоции. Поснять какую-то репортажечку, возможно, свадьбу, возможно, рекламный ролик. Вы никуда не торопитесь в своей жизни. Вам не нужно показывать письку. Вы берете, открываете эту камеру. Nikon. Тоже, опять же, Nikon. ZFC. ZFC, прошу прощения. ZFC, не надо, забудьте про нее. Это крамольные слова. Хорошо. Если вы смотрите на ZFC, то лучше взять. Давайте дальше. Итак, друзья, мы пришли к самому интересному событию. Это Canon. Какие уже вы так всех остальных-то оскорбляете? А кого? Мы все прошли. Но почему самое интересное это Canon? В том плане, что... Сейчас я объясню свою позицию. Мы перешли к ней, потому что многие видеографы, в том числе я, плевались, когда начинали на нее снимать, особенно года четыре назад, я понимаю, что сейчас многое изменилось. И, возможно, какие-то технологические решения пришли к нам сегодня. Вот в эту, например, камеру. Расскажи. R5 у нас, к сожалению, сейчас где-то ходит по рукам. Она такая популярная. Это вполне себе R6 Mark II. В принципе, топ за свои деньги. Отличная стабилизация матрицы до 8 стопов в сочетании с состабилизированными, прекрасными RF-объективами, которых, ну, возможно, не так много, как хотелось бы, но зато... Но дорогущих и классных. Дорогущих, классных, как правило, стабилизированных, вы получите очень приятную и красивую картинку. Еще раз, ребят, для тех, кто не шарит, стабилизируется сам объектив, стабилизируется сама камера, вешайте еще на стабилизатор. И отключайте все стабилизаторы, чтобы не было воблинга. Да, можете так сделать. Да, потому что не надо снимать со встроенными стабилизаторами и еще на внешнем. Если вы ставите на внешний стаб, отключайте все. Но если вдруг вы хотите поэкспериментировать, то у вас доступна комбинация вариантов и стабилизация, как объективы. И все будет лоблить, как тварь, да. Но, тем не менее, вы получите стаб. А так вообще его, конечно же, отключайте. Прекрасная эргономика, прекрасный по субъективным восприятиям. Цвет Canon. Съемка с рук. Вот что. Да, у Олега, у Олега наш оператор. Можете показать его. По каждому оператору. Очень часто. Он просто имеет свойство злоупотреблять энергетиками. У него бывает тремор рук. Но, как вы видите, все наши видео довольно стабилизированы. Поэтому никаких вопросов к стабилизации. Поэтому он снимает на Sony, где тоже отличная стабилизация матрицы. Отлично. Ну что, друзья, мы разобрали. Пожалуйста, переходите в магазин GetLens. Есть на Авито, есть в интернет-магазине. Есть YouTube, Instagram. Вообще, ребята ведут YouTube. Есть Telegram. Вообще, за это респект. Жму рукой. Есть социальная сеть, которую нельзя называть. Просто спасибо вам большое, красавчики. Я впечатлен. Ребята, 8К, 60 кадров – это просто топ сегодняшнего дня. Пока что, кроме этого стенда, меня еще никто так сильно не удивлял. Едем дальше. Ну что, ребятушки, форум – это здорово, это круто. И я сегодня на форуме впервые представляю студию подкастов Москва. Если вы хотите снимать ваши подкасты, если вы хотите снимать блоги и форматы интервьюшек, пожалуйста, заходите. Москва-Сити, Нива Тауэрс ждет вас. Классная обстановочка. Сделали все для вас, для того, чтобы вам можно было максимально круто снимать. Но самое главное – это услуга, монтаж в режиме реального времени. Это когда вы приходите к нам, мы записываем вам, и сидит режиссер монтажа и сразу одновременно переключает камеры. К вечеру вы получаете уже готовый монтажный фильм. Да, возможно, вы где-то там не договорили, оговорились, но у вас уже есть материал, с которым вы работаете. И вам дешевле становится режиссер монтажа, который тратит меньше времени для того, чтобы это все дело смонтировать. Мы передаем вам проект в программе «Премьер Про» либо «Довинчи Резолф», либо в любой другой программе, как вам удобно. Поэтому приходите на нашу студию подкастов, будем ждать вас. Ну а также я хочу сказать об анонсе в YouTube-агентство «Макари Про и партнеры», в котором мы под ключ занимаемся ведением YouTube-каналов, развиваем их, развиваем экспертов, бизнесу и помогаем вам на этом зарабатывать, приводить клиентов. Есть достаточно большой бэгграунд. В общем, кейсы, ссылки – все в описании. Мы погнали дальше. Мы встретили человека, который снимает на Nikon. Давайте сейчас мы с вами с ним внезапно познакомимся. Добрый день. Я хотел бы у вас спросить, почему вы используете технику Nikon для съемок ваших рекламных роликов. Я фанат Nikon от мозга костей. Начиная с того, что у моего папы был первый фотоаппарат Nikon в Хосте. А Хост – это лучшее место в Сочи, в России, самое теплое. Рекомендую туда поехать. Приезжайте, мы там недорого сдаем квартиры. Ну ладно. В общем, когда у нас была там у папы камера Nikon, это была вообще такая вещь, на которую прибегали все. Это первое. Второе – Nikon купил сейчас компанию Red. Мне кажется, это неплохое заявление на успех. Просто заявление такое, как бы «добрый вечер», да. Да. В-третьих, смотрите, кодеки Nikon. У Nikon есть кодек, называется он NRAF. Он весит меньше, чем Apple ProRes. Он весит меньше, чем Apple ProRes. Он сразу позволяет записывать вон 12-битное видео прямо в камеру. Ну это же чудеса. 12-бит. 12-бит. И оно легко крутится на любом макбуке. В частности, в том, с которым вы очень знакомы, на макбуке с процессором M1. Который мы у вас же и купили, собственно, да. Значит, есть слухи, я, по-моему, не помню, кто это был. Это был Nikon либо Fujifilm, который снимает 8K 60 кадров в секунду. Что вы можете по этому поводу сказать? Камера, которая у нас в нашем продакшене, это Nikon Z8. Она пишет 8 кадров, 8, конечно, я скажу, секунду, причем пишет внутрь себя. То есть не на какой-то там рекордер. Да, вы можете отказаться от рекордера. Не, хотя не надо, рекордер хорошая вещь, она сбережет ваши глаза. Так вот, все же, почему Nikon? Это призвание. Ну, то есть, с самого детства. Потому что у всех, смотрите, у всех Sony, еще что-то такое. У нас же будет другая картинка. Все будут снимать на Sony, да и пожалуйста. И тут, пожалуйста, у нас камера Nikon с совершенно другим изображением. Она будет отличаться. Но 12 бит, я, кстати, подтвержу, что я не слышал еще ни одну камеру, которая снимает 12 бит прямо. Ну, я имею в виду, только какие-то там высокие за 500 тысяч плюсы и улетела в космос. Нет, вполне доступная цена. Рекомендую, вот здесь вот есть Pixel 24, который может вам эту камеру привезти и поставить. И с гарантией все замечательно будет. Коротко про себя, Артем. Ну, значит так, я Артем Тарасов. Снимаю более, почти 30 лет, с 95 года. Режиссер, выпускник в ГИК. Начинал как оператор-монтажер с 2004 года, как режиссер. Долгое время работал в качестве креативного продюсера. И сейчас этим занимаюсь. Мы особо гордцы проекта «Сколково», это «Сбердевайс». Мы делали учебные ролики для целой экосистемы. Преподавал и преподаю в Nikon School. Преподавал в Pixel 24 и сейчас я преподаю его в ГИКе. Приходите учиться в классические вузы. К отличным преподавателям. Учение, свет. Это все к Артему. Благодарю. Велкин.